Это война, причем я такой человек, который не реагирует обычно сразу на события, у меня отложенная реакция. Я крепился до 4-го, до 5-го марта, мне казалось, что может сейчас как-то все это еще изменится, но уже были такие моменты, которые меня очень сильно в себе напрягали. Когда я отвозил детей в детский садик, и там были машины с других каких-то родителей, с наклейкой Z на стекле, я оглядывался по сторонам, есть ли камеры, могу ли я кинуть камень, разбить это окно. Начинала пробуждаться такая очень агрессивная энергия, я понимал, что до добра меня это дело не доведет. Вот, будучи, в общем, ответственным за свою семью, за детей, за жену, я понимал, что мне не надо в этом все ввязываться, мне нужно как-то сдерживать это все внутри, а работать совершенно невозможно, что-то делать новое, начинать. Я все остановил, мы должны были делать любовные письма в Москве с музеем Москвы, в общем, как-то все встало на паузу, я как бы в такой выжидательной какой-то позиции находился, и где-то 5-го марта я окончательно осознал, что нужно уезжать, нужно перемещаться в другое место, где я смогу не бояться за последствия своих высказываний, своих поступков. У меня не было никакого проекта в плане, я просто попросил, ребята, примите нас, мы хотим выехать, мы не понимаем, что дальше, просто хотим выехать, и поскольку с Финляндией у меня такие рабочие дружеские отношения там с продюсером, и мы туда приехали, было очень приятно, нас приняли прямо в квартире, люди буквально встали, дали нам ключи, а девушка пошла жить к своему парню, мы поселились в ее квартире. Это Хельсинки, при том, что, ну, нас приняли, это не была какая-то программа, это был просто дружеский акт такой, вот как бы, вот квартира, живите, и давай посмотрим, что мы можем сделать. Я тут же начал искать возможность какие-то проекты запустить, ну, потому что, если я не живу, я, то есть не работаю, я не живу, да, я должен что-то делать, не только с моральной точки зрения, но и для того, чтобы зарабатывать на жизнь, у меня нет пассивных доходов, то есть я должен кто-то выпускать. Вот, ну, я запустил маленький проект, почал в Забуковске в баре с местным независимым театром, и через день встречался с местными художниками, с музеями, с театрами, пытались понять, что, какие здесь перспективы. И выпустив проект, я понял, что мы переезжаем в Израиль, потому что в Израиле у меня есть гражданство, я знаю язык, я понимаю местный контекст, и я принял такое решение, что нужно ехать туда, где все-таки я могу стать частью местной культуры, а не быть беженцем и мигрантом. Это конечная точка, вот, как минимум на пять лет, но, по крайней мере, сейчас я живу так, как будто это навсегда, и предпринимаю шаги для того, чтобы здесь максимально интегрироваться в местную культуру. Мы уезжали на машине, и была возможность довольно много вещей закинуть в машину, причем мы уезжали так, что мы, ну, я не мог с этим как-то психологически смириться, и мы уезжали из своей квартиры, ничего там не упаковав. То есть наша квартира оставалась как бы ждать нас. Я все-таки внутренне надеялся, что вся эта история как-то закончится или кардинально изменится, и можно будет вернуться туда, где можно жить, да, то есть в страну, где я могу жить и работать. Ну, вот уже примерно через месяц стало понятно, что мы не возвращаемся, а все, что было с нами, было вот в багажнике, в багажнике нашей машины. Я взял с собой всякие плееры, рекордеры, микрофончики, собственно говоря, с этой техникой я сделал спектакль в Хельсинки, который посиделся в баре, это аудиоспектакль, по часу Буковский, на английском. Остались все мои книжки. Вот я сейчас, есть еще какие-то вещи, которые, ну, то есть дом, это еще и склад разного художественного оборудования, да, и поскольку я люблю всякие проекционные аналоговые механизмы, у меня собралась коллекция разных проекционных штук для слайдов, для фотослайдов. Это маленькие такие, маленькие приборы для одного слайда и разные механизмы. Вот. И они, конечно же, остались все в Петербурге, и моя коллекция слайдов, которую я начал лет пять назад собирать по блошинным рынкам по всему миру, и делал с ними всякие проекты. Два главных фестиваля в Израиле – это фестиваль в Ахо, в старинном городе, который там, это такой авиньонского типа, когда старый город превращается в сцену для спектаклей. И спектакли играются в рыцарских залах древней крепости. Вот, собственно, там мы будем играть спектакль про первые танцы на школьных вечеринках. Это такие документальные истории про взросление, про отношения полов, про консенсус в обществе, про осознание себя, собственной телесности, взаимоотношения с другим, как бы самопрезентации, зажимов. Это может быть и прекрасный опыт, да, к которому хочется вернуться. Вот, это такой трехчастный спектакль, в котором первая часть – это истории, которую мы собираем документально у разных людей на улице. Во второй части мы будем интервьюировать зрителей, которые пришли на спектакль, а в третьей части – танцевать медляки. Второй спектакль я делаю в Иерусалиме – это Short Term, это спектакль, который я делал в Финляндии, в Германии, в Эстонии для фестивалей. И мы всегда собираем местную квартиру и текст по подписям к фотоальбому Филипп Толедано, такой британский художник, выпустил альбом «Dance with my father». Он последний год жизни жил с отцом, у которого была потеря кратковременной памяти, и там под фотографиями короткие подписи о диалогах с отцом. Он и трагичный, и комичный, и парадоксальный, ну, в общем, потрясающий текст. Коротенький, четыре страницы. Я этот текст даю местным артистам, и художникам, и просто разным людям. И прошу их пойти к своим отцам, они со своими отцами этот текст читают, и мы интегрируем эти аудиозаписи внутрь этой инсталляции квартиры, которую выстраиваем на сцене. А зрители входят в эту квартиру, взаимодействуют с ней, она очень подробная, в каждом ящике есть вещи, и ужасно интересно эту квартиру как бы исследовать. А потом заходят грузчики, начинают эти вещи выносить, и у тебя забирают не только вещи, но у тебя забирают и аудио, да, то есть у тебя забирают жизнь, забирают историю, забирают память. А эти вещи на сцене, они работают как такие порталы, потому что ты их буквально узнаешь, это вещи, с которыми люди здесь росли, в них много смыслов, много памяти, и вся история, собственно говоря, этого места через эту квартиру рассказывается. Ну, конечно, она не универсальна, но какую-то часть местной истории она точно рассказывает. Театр возник как партизанский театр, то есть мы нигде, мы в городе, мы потеряны в городе, мы разворачиваемся на улице, а потом сворачиваемся, нас не было, то есть мы всегда были партизанами, мы были под радарами. Это абсолютно апокалиптичный театр, то есть он выжил во время короны, и первые спектакли, которые в Петербурге начали идти, это спектакли по Куап-театру, потому что они были а на улице, б в барах, а бары открылись в Петербурге до театра. И эти проекты продолжают идти сейчас, потому что они никому не привязаны, да, бары Петербурга – это низовая культура, то есть это все частные инициативы, мой спектакль как гребница, вот как бы с ними взаимодействует, такая синергия, нам не нужно нигде хранить декорации, мы входим в рабочий бар, бар живет своей жизнью, там есть итерации взаимодействия, вся продажа идет онлайн, ты скачиваешь приложение, любовные письма, вот самый последний, который я сделал, он бесплатный, и он по-прежнему живет, люди скачивают мобильное приложение, лавляют этот блок и гуляют по Петербургу, слушают любовные письма. Я же вырос в Израиле, да, я с 90 по 2002 год жил в Израиле, то есть с 8 до 20 лет, и я местный парень, я как бы давно про себя понимаю, что и в России я, собственно говоря, был посторонний немножко, и теперь оказавшись в Израиле, это очень интересно, я здесь понимаю, да, главное, владея языком, да, в России я владел абсолютно русским языком, но у меня была призвана такая, как взгляд, немножко как через перевернутый бинокль все время. Здесь то же самое, то есть я вернулся сюда, но при этом я человек не отсюда, да, хотя я абсолютно понимаю местную культуру, я вроде и в ритм, я к любому человеку подхожу, я тут же начинаю с ним разговор, я ходил первый месяц по встречам, это было очень забавно, потому что я встречаюсь с каким-нибудь режиссером или продюсером, рассказывая о себе, мне говорят, слушай, как здорово, что ты приехал, но мы ничем не можем тебе помочь, вот тебе еще пять полезных людей, с которыми ты можешь встретиться, и так идет по кругу. Я, в общем, впал от этого в депрессию, у меня кончились силы вот так вот как бы все время продавать себя, пичить, рассказывать, показывать, какое крутое, что я уже сделал, потому что как бы это все вот такая ретроспективный взгляд, как бы, а взгляд художника, он же направлен на сейчас и на будущее, да, я всегда как бы ищу свое место в будущем, а не в прошлом, да, то есть я даже свое как бы дело, которым я занимаюсь, я переформулировал из режиссуры в создании ритуалов, укорененных в будущем, да, такой у меня был Dead Talk, так я это назвал. Но весь этот процесс, этот период привел к тому, что когда я сейчас с каким-нибудь новым человеком знакомлюсь в театре или где-нибудь, мне говорят, мне про тебя рассказывают, то есть все, я как бы, я часть местного ландшафта, да, я вот кактус, мы видели кактусы, мы кактусы узнаем, я кактус отсюда. И постепенно это привело, во-первых, к пониманию того, как устроен израильский театр, пониманию того, что здесь мои партизанские стратегии, разработанные в Петербурге, не сработают, надо придумывать новые. Ну и я пошел преподавать, я преподаю в школе театр для подростков, это тоже такой очень новый, мощный опыт, и я ищу язык, и, в общем, две разных цивилизации. У меня два класса, у меня израильский класс и класс репатриантов. Как бы диалог интересный завязался с местными кураторами и людьми от театра, потому что я прошел путь, который здесь режиссеры не проходят, да, то есть я прошел огромный путь. От классического театра и постановок на сцене, работы с драматургией, учебы у Додина, до сайт-специфика создания своего театра, работы с музеями, работы с какими-то, с бизнес какими-то структурами, создания каких-то событий, да, то есть всегда художественных, но при этом как бы коммерчески художественных, да, с большим ресурсом, потому что в театре всегда маленькие ресурсы, когда я с каким-нибудь там девелопером делаю какое-нибудь шоу, оно, конечно, там дорогое, да, и это как бы возможность сделать что-то бабак, да, с большим бюджетом. Багаж, который я привез сюда, нету практически в Израиле художников, которые прошли такой путь здесь, его просто здесь пройти невозможно, да, здесь очень узкие коридоры, да, и вот этот вот мой синтетический опыт, который я сюда сейчас принес и показываю людям, а вот у меня спектакль, а вот у меня музейный проект, а вот у меня перформанс в метаверсии, а вот у меня выставка, а вот у меня аудиовок, то есть как бы чувак, а как это вообще все вместе возможно, как бы, ну и сразу как бы интересно, а что за мозги как бы в этой голове, почему этот человек как бы вот такие разные вещи делает, а еще зацикленность на реальности, на современности, на общении с людьми, на создании партиципаторных практик и включения зрителей в процесс создания, это как раз, кстати, одна из важных вещей, с которой здесь, да, активно работают, да, и отходят от того, что вот, ну, то есть национальный театр, как ни странно, он такая же жопа, как везде, да, то есть там идут какие-то костюмированные комедии, абсолютно непонятно, зачем, почему, для кого, как бы, почему это является выражением национального, да, почему этот национальный театр, я еще когда приехал, я же был оторван от Израиля, то есть я сюда приезжал, все мои приезды в Израиль, это было море, да, то есть с детьми на море, с мамой как бы там приготовить ужин, ну, в музей я ходил, в театр я не ходил, я его не ресерчил, а тут, поскольку я понял, ну, я здесь, я должен узнать, что здесь происходит, я сначала поставил на афише, это примерно как тумба в Петербурге, где вот, как бы, вот это вот все красочное, вырви глаз, подумал, о, господи, что же мне здесь делать, но начал, как бы, глубже копать и нашел кучу интересной дресни, моей любимой, она здесь есть в огромном количестве, куча талантливых людей, у них у всех мало возможностей, мало ресурсов, кто-то задерживается, кто-то уезжает, кто-то возвращается, кто-то забивается в какие-то маленькие свои, как бы, уголки, что-то такое свое делает, а мне хочется, как бы, делать такой, как бы, мейнстрим, но при этом, как бы, альтернативный мейнстрим, я долблюсь, как бы, в эти двери. Меня поддерживает семья, я рад, что мои дети оказались здесь, у меня под окнами школа, вот, как бы, школа под окнами, дети сами выходят, идут в школу, и школы возвращаются, не надо никому надевать две пары штанов, непромокаемые куртки, как бы, они, а можно мы выйдем на площадку, я говорю, моя восьмилетка берет четырехлетку, и они вместе идут на площадку под дом, чтобы безопасность. Тут не все благополучно, тут есть, как бы, свои проблемы, но мы, в общем, живем в таком спокойном районе, поскольку у меня, как бы, опыт израиля большой, и вокруг меня много было терактов, я работал в барах, соседние бары взрывались, я, как бы, понимаю местный контекст, я поселил нас в очень тихом районе, но при этом недалеко от центра. Вот это придает мне огромный, как бы, запас энергии, потому что я понимаю, что мои дети в безопасности, они в нормальной школе, к ним хорошее отношение, любая проблема тут же решается, ко всем можно подойти, со всеми можно по-человечески поговорить, то есть у меня нет этого страха, да, я, как бы, свободен, у меня голова освобождена от страха. Я верю, что все получится.